Девушки отдыхают Ахтямов Сабир Ахтямович Родился в 1926 году в Татарстане В ноябре 1943 был призван в армию Воевал в роте ПТР противотанковых ружей, стрелком-наводчиком Принимал участие в операции Багратион Воевал в Восточной Пруссии, участник парада победы в Москве Герой Советского Союза Сабир Ахтямович, когда и как вы узнали о начале войны? В воскресенье же это было Сидели, отец пришел на обед с кузницы Сидели на веранде, там кругом мы на полу обычно сидим Большая семья-то большая, семь человек, детей Двое, девять человек В середине там для супа посуда, кастрюля А тарелки по краям вот наливаем, сидим, кушаем А приходит соседка за тюнапа Война! Знаете, слышали? Война! И всех взрослых из рук ложки вывалились И сидим, поблетнели все Отец, мать особенно, я тоже уже соображал, что такое война А младшие-то не понимают, что такое И на другой же день начала мобилизация всего взрослого населения, мужского населения деревни Отец ушел сразу на фронт И я остался старшим кузнецом Обеспечивать колхозную технику Когда получил извещение о смерти отца Я тут же обратился в военкомат Ну меня сразу не взяли и сказали Уже вот скоро вас, ваш призов Ваш возраст призовут сразу Все равно вместе пойдете Вот я вместе со всеми и пошел в ноябре Вы пошли по призыву Попали на фронт в 43-м году Так сразу послали в лес Пункт сбора там был, в лесу В лесу сначала еще в бочках нагрели воды Помыли нас Прямо на улице А потом Несколько дней еще постреляли из ружья ПТР Потренировались еще раз После шести месяцев Еще немножко перед самым боем То есть немного осваивали боевые действия Нас сильно обучали в запасном полку Скоростной стрельбе из этого ружья 22 стрелов в минуту давали вот так Второй номер только подбрасывает патрон А ты прицел ловишь сразу И нажимаешь Ловишь и нажимаешь тут же И отдача крепкая Правда все равно Сумели, умудрялись так Скоростное соревнование устраивали там Вот это помогло А потом через некоторое время Уже в июне месяце Мы пошли в прорыв наступления Прорвали фронт И наш корпус должен был в тыл идти Громить врага дальше То есть расширить прорыв И продвигаться дальше вперед А уже последствия Когда нас останавливает Мы в окопы Себя роем Ящейки Дальше идем Вот так Тут же ведь прорвался И сразу без остановки Невозможно Все равно останавливает Огонь там Бомбы Снаряды Мины рвутся Гордость такая уже И радость Что мы освободили Белоруссию Что вы видели с нами? Что мы видели Одни трубы Пищи Они не разрушены Основным От пожара А все остальные Головешки Как ни деревни Так Все время Когда только деревня Начинает гореть Значит мы знаем Уже фашисты Драпают И скорее Надо занять Эту деревню Жители Изредка попадались Они в основном В лесах Большинство Иногда Выходили из подвалов Там Встречали нас Попадались Старики Очень Со слезами На глазах Поздновато Ребята Иногда Говорили Надо бы Чуть пораньше Ну и то Спасибо Вот И обнимали Особенно Вот когда Минск Освобождали Уже этим Вот Население Полно Было уже Там много Собралось Сам город Минск Когда зашли Уже танки Вперед Освобождили нас Там Трудно Кого-то Что-то Вспоминать Там все Вешались На шеи Основным Этим Солдатам Офицерам Старушки Старики Девушки Молодые Попадались Эти То же самое В основном Женский состав Там было Все эти Кругом Обвивают тебя Святые Там Как раз В это время Ведь святые В июле Месяца Как раз Было Таком Вот Пока Пока Жены Нет Радости И слезы Романа Офицеров В основном А мы Солдаты Не до Романа У нас Котелок И Вещмешок За спельчами И 16 килограмм 20 килограмм Патрона И 20 килограмм ПТР Вот Наши Роман Я помню Вот Например В транши В траншеях Расположились Спать До утра Приказано А утром Просыпаемся Снегом Занесло Все траншеи А где люди Там только Порог Идет Вот такое Все равно Спишь Хорошо Спишь Глубоко А потом Спать Приходилось Даже на ходу Вот Когда Идешь Коломне Вот Кто сильно хочет спать, тот в середину его оставим и по бокам, спереди, сзади его наблюдают, подталкивают. Он идет, спит. Идет, спит. Его только подправляют немножко вот так. Вот такое было. Вот когда трофейные машины уже попадались, мы на машине иногда передвигались, уже на машине хорошо спать. Вот просто сидишь и спишь вовсю, пока не начнут бомбить. Сами рыли землянки или приспосабливали немецкие землянки, жили вот в этих землянках. А иногда палатки растягивали, эти плащ-палатки у нас были, вдвоем две плащ-палатки вот так растягиваешь, она приспособлена так, чтобы сделать палаточку. И залезаем, шинель под себя, шинель на себя, шинель под голову. Отдых какой, два-три часа там дадут, дальше встал и пошел. А вот ели вы что? Ну ели что? Давали сухой паек, консервы, а еще смеялись. ПТР 16 килограмм на одного человека, а банка консервы 1 килограмм на 16 человек. Несправедливость. Сухой паек в основном, а потом старшина подвозил полевую кухню. Октябрь месяц, 20-й числа что-то, октября. Мы вошли в прорыв в Восточную Пруссию. А там наш корпус, 2-й Татцинский танковый корпус, придан был 11-й армии Галицкого. И все это объединение осталось в окружении. Мы вошли в прорыв, и нас зажали там, прижали и окружение. Нам было приказано задержать фашистов, пока наши подразделения выйдут из окружения. Во что бы то ни стало, ни шаг назад, действительно, было там такое условие. Вот в это время, когда мы уже... Нам было приказано занять населенный пункт Немерсдорф. На подступах к этому населенному пункту наш батальон сильным обстрелом остановили фашисты. Ну, командир приказал уничтожить вот эту огневую точку. А как уничтожить? Не сказал. А мы поползли с Луковкиным через ров противотанка, через кустарники, поближе туда. Метров 50, наверное, подошли. Дальше уже подходить невозможно. Там мертвого пространства нет, обстреливается. Вот. Давай, говорим, мы попробуем гранатами забросать. А Луковкин говорит, подожди. И вот что-то, говорит, я наблюдаю, там какие-то бугорочки по бокам. Может быть, говорит, это зарытая техника, а сверху бочки, там бывает так, бочки с этим горючим. Мы дали по выстрелу по обоим этим бокам. И там сразу в пламя. Она термитная начинка у нашего патрона, у ПТР. Сразу дает пламя, а горючее, сама знаете, это сразу возгорается. Ну, начали выпрыгивать фашисты, потом взорвались эти внутри эти снаряды. И мы подняли, знак дали нашим ребятам, путь свободен. Поднялись и пошли, прорыв, заняли этот населенный пункт. А уже темно становится к вечеру. Пока на западной окраине мы заняли оборону, фашисты, значит, тоже перешли в контратаку. Вот в этом бою командир говорит, там самоходные установки, надо уничтожить их. Вот нам удалось еще две самоходные установки подбить в этом бою. В сумерках уже такой темнеть начало. Ну, там ребята справа и слева тоже подбивали технику противника. И пулеметчики начали стрелять. Таким образом, даже некоторые стрелки в рукопашную там хватку, видите, уже близко они подошли. И таким образом почти уничтожили вот эту, оказалось, рота, почти рота с самоходными установками. А потом уже командиры сделали вывод, что наутро надо быть на щеку, могут перейти в контратаку сильную. Нас предупредили, в ТРФ сам патрон оберечь, по пехоте не стрелять. Только патрон 250 грамм, надо таскать его сколько? 4 патрона килограмм. Вот, примерно, пуд с лишним приходилось таскать второму номеру. Вот, у меня пудовое ружье, вот так по отдельности таскали. Когда в походах, так вдвоем, один с одного конца, другой с другого конца. А так вот, в наступлении удобнее, когда каждый свою долю таскает. В одно утро действительно перешли в контратаку фашисты. И уже видно, как деревня идет на нас в танки. Туман был. Сквозь туман они как-то кажутся уже не как танки, подальше когда. А вот, когда ближе стали подходить, уже моторы слышно, как работает. Пехота за ними наблюдается, движется за танками. Вот, а Луковкин кричит, стреляй, стреляй скорее. А там метров, наверное, тысяча еще. Я говорю, как стрелять, уже не знаешь, как попадешь ты, как следует или нет. Надо подождать. Они немножко наискосок идут, там. Я отпустил немного, метров на 300, наверное, примерно. И давай, открыл огонь тоже скоростным способом. Один, два, три выстрела. Оно развертывает. Гусеницу пробил. И сразу бок подставляет даже немножко за моторную часть. И туда еще пару выстрелов. И пламя. А второй танк в это время замедляется, почти остановку делает. И по нему сразу мы перевели. Огонь тоже самый быстрый. Пять, шесть. Иногда бывает до десятки выстрелов. Там мгновенно даешь. И они ПТР быстро, очень точно бьет. Попадание есть. Он сразу не остановится ведь тоже. Ну и остановился. А в это время мы не заметили, уже прямо на нас шел танк. Уже вот почти на нашем брусфере стоит громадина такая. Что делать? Скорее взяли ружье и патроны. И на выносную ящейку из тыла зашли к нему. И прямо в упор расстреляли. Этот танк прямо загорелся. И там эти пехотинцы начали кидать гранаты на него. Противопехотные. Ну что сделает он противопехотный гранат? Потом, когда уже все эти отбиты контратаки, мы на себя посмотрели. И в шинели пробиты у воротника. Вот подмышки на подоле. Пробиты в нескольких местах шинели. Вот меня самого не задело нисколько. Рядом воронки даже от выстрелов. Мы их не замечали. Настолько так шумно там было везде. Кругом стрельба идет, стращит все. Потом ночь наступила, следующая ночь уже наступила. Командир приказал, говорит, приготовьтесь отходу. Отходим. И оставляли для оживления траншеи несколько там автоматчиков постреливать, что незаметно, чтобы отошли. Отошли. Было приказано аргергатными боями выйти из этого положения. Вот на одном из остановок, когда уже следующий рубеж заняли, и со стрельбой надо встречать противника там. Задерживать тоже как можно дальше. Вот мы остановились. Луковкин сел на дно траншеи сидит. Я говорю, давай подкопаем немножко. Поглубже сделаем. Я нагнулся, а в это время снаряд на бруссвере. Мина. А потом повернулся, посмотрел, Луковкин сидит. А на голове три белых педна. Ни крови, ничего, мозги там было. Ну, я видел, понял, в чем дело. Пилотка его слетела там. И уложил на дно траншеи сам на следующий колено траншеи. А там же зигзагами. Знаю, что там будет обстрел. И в это время шквал огня. Они пристрелочный дали. И сразу огонь там, сколько снарядов, не помню, уже. Заравняло вот это место. Могила. Уже мне не надо было его хоронить. А потом уже 24 марта командир жота, я дневальным стоял. Ну-ка, заходи, говорит, этот. Поздравляю указ президиума, чтобы тебе присвоено звание Героя Советского Союза. У меня ноги подкосились. Ой, как так? Вот я уже забыл про эти бои-то. Вам удалось подбить и самые мощные немецкие танки, Пантеры. Расскажите об этом бое. 15 января на Восточной Пруссии опять вошли. Прорыв шли. А когда подошли к населенному пункту Аула Винин, нас задержали сильным огнем. Это уже на сей раз из танков. Два танка там стояло, Пантеры, так определили мы Пантеры там. Попробовали стрелять по ним, ничего не получается. Это тяжелые танки. ПТР пробивает 5 сантиметров всего. А командир взвода был, лейтенант Никлюдов, говорит, попробуйте там подойти к этому дому и забраться на чердак. Сверху там моторная часть. Моторная часть обычно не защищена ничем. Ну там решетка какая-то есть у них. Ну действительно, второй номер к этому времени новый уже Жигулин был, рядовой. Отошли метров 20, не помню сколько там, ранило этого второго номера. Вынужден я взять у него сумку с патроной и тащусь туда опять. Некоторое время прошло, меня по котелку бьет. Видимо торчал там немножко котелок. И я скорее еще ниже, ниже, ниже. Не помню, снял я или сам вывалился котелок. И дополз до этого дома. Ну там начинаю подниматься, тишина вроде, думаю, и фашиста тут, я пропал. У меня еще трофейный пистолет был, на всякий случай взял пистолет в руку. Поднялся на второй этаж, и действительно идет фашист. Я выстрел не выдержал. А тут дребезги зеркало разбивается. А потом на себя посмотрел, у меня было немецкие шаровары, зеленые там приспособления. Свои-то изнасились, я поменял. И ремень немецкий, свастику-то снял, я кузнец все-таки, сделал звезду на этом ремне. Ремень-то кожаный досталось немецкий. А пилотка-то, у всех пилотка, там раздешишь, звезда там или чего. И сам щумазый весь. И вот действительно оказался я сам себе. Ну это к хорошему и к плохому могло случиться. На выстрел могли фашисты выскочить. Ну никого не было, как раз я убедился, что это хорошо. Ну и дальше полез на чердачное помещение, я там выискал удобное отверстие от снаряда, видимо там было. И там прямо видно этот, моторная часть. Я туда выстрел и вспышнуло сразу. А второй танк, моторная часть, не видно, за углом там торчит ствол. По стволу я в одном месте пробил, чувствую, по пламени там пробито. И по второму два выстрела сделал, а потом через некоторое время развалилось, этот выстрел сам сделал. Танк своим снаряд в стволе разорвался. И после этого я стал спускаться вниз. Фашисты заметили, начали бить по зданию. А когда спускался на первый этаж, уже этот лестничный пролет разбит. Пришлось вот этой одной рукой за арматуру, за кусочки, второй рукой этот ПТР держать. Кое-как спустился, там прыжок метр, с метра полтора может быть получился. А когда выходить стал у двери, там дверь завалена, да еще его разгребать пришлось, руки аж все в крови. И потом вышел, выбежал туда, откуда начал, а там говорят, ваши ушли на другой участок фронта. Я давай догонять, направление показали, куда ушли. Дом-то обстреляли, все, я не выхожу никак, все. Ну, потом сказал камбрыг, зачеркните. Ну, понятно, зачеркнули из списка погибших. Ну, дал 100 грамм, рому налил, закуску, покушал и пошел в строй, говорит, пошли дальше. Метров 100, наверное, отошли, меня разорвалась мина и ранила левую ногу, вот бедро. Потом вот этот рядовой Лепеев был адъютантом этим, связанным командиром рота, он меня вытащил, раненого уже довез, разыскал подводу, довез до санзвода, там перевязку сделали и полевой госпиталь свой, корпусной. Там месяц пролежал, после этого, к 23 февраля как раз, комбат, комбриг вызвал нас, вручил ордена, орден Красного Знамени за этот вот, за два танка. Вот я говорю, в этом самом пекле пробило шинели и самого не задело. А уже почти втул задело, ранило меня. Тут не поймешь, где тебя встретят. Все время под смертью ходишь. Собер Ахтемович, приезжали ли к вам фронтовые бригады артистов? Приезжали. Приезжали, очень так выступали. Вы же молодые, мы все-таки 18, 19, 20 лет такие песни до слез доводили, некоторые певицы. Ну, это не запоминал только, кто из артистов был. А я же деревенский парень, артистов-то еще и не знал тогда. А в деревне у нас и радио-то не было тогда, не только, вот телевизор тогда вообще не было на помине. Вот. Приезжали артисты. Что делали? Машину, эту бортовую машину, борта спускали, и получала сцена. Там лесенку делают, поднимаются, выступают. нас пригласил командир корпуса, генерал Бурдейной, для вручения орденов. Вот там нам сказали, что уже подписан мирный договор, Германия побеждена, и победа за нами, победа. Ура! Ура! Кто сумел, вышел на улицу там, этот, стрелял остатки патрона, салют организовали. Вот такая радость. А ребята рассказывали, они там в землянках оставались уже, где наша часть. Я-то был в районе корпуса. Вот. Они там слышали, что, когда спали об этом, и повыскакивали в одних кальсонах, и давай все эти, стрелять по воздуху в этом, салют делать. Кто из ракетки, кто из пулемета, кто из автомата, кто из ПТР. Патрону теперь не жалко, война кончилась. Вы участник Парада Победы. Это было уже после войны. Расскажите подробнее, как все это происходило. Нас послали в Кеннисберг. Там сбор был, отбор, отборочный пункт для Парада Победы. Меня взяли туда, как знаменоса бригады, со знаменем. Когда начали там отбирать знамены, наши знамена уже не взяли на парад. Сказали вернуть. А как быть со мной? Я стою в строю, у вас рост метр шестьдесят пять, а там требования метр семьдесят, не ниже. Говорит, придется отставить меня. Я говорю, как так отставить? Я говорю, воевать-то, танки уничтожать. Я годился, а народу показываться не гожусь. А в это время генерал Кашевой, старший там был по организации этого отбора. Ну-ка, что за шум там? Подходит. Я представляю, гвардия Ефрейта Рахтямов. Ну-ка, 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 фамилия-то знакомые. Отверни-ка шинель. Шинель отворачиваю, говорит, звезда золотая. Такого же, говорит, молодца, чтобы не взять на парад, зачислить. Зачислили, и я участвовал на самом последнем, последней шеренге и угловой там, последней, чтобы по ранжиру не портить строй. А на другой день уже нас собрал Сталин. Там так и называли, на прием к Сталину. В Кремле посидели вечер, поднимали тосты. Мы в небольшом зале были, а эти тосты передавали по репродуктору. Когда вот генерала наша предупреждает о рядовых, там, старшин, смотрите, лишнего не пей, они сразу замещают к генералу, замещая, они пускай напиваются, вытащим, вынесем, отвезем, положим спать. Так что никакого ограничения не было в этом. КОНЕЦ КОНЕЦ